ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ночью дождик прошел, наверное Да нет же, нет, это супом грибным пахнет Из норки чьей-то, неужели не чувствуешь? Ох, медвежонок, тебе лишь бы поесть Ну, а вот желудем запахло, дубовый проспект недалеко уже Интересно, а у кого есть животных самый острый нюх? У меня Ну, конечно, если только это едой пахнет Ничего подобного, нюх хорош у того, у кого нос большой А у меня вот, большой А вот и нет, у слона нос большой, а толку-то? Но все равно его как руку используют Как руку? Скажешь тоже, Белка Ну, а что, так и есть Бывает носорог, бывает носорук Носорук – это слон О, я вспомнил Самый лучший нюх у собак Они по запаху выследить могут кого угодно И вещь потерянную найти И вообще, собаки даже в полиции работают Помогают людям Точно, собаки Как я забыла про собак Даже песенка такая была у сыщика Из мультика про бременских музыкантов Нюх у него был, как у собаки А глаз, как у орла О, Белка, а сейчас Чувствуешь, чем пахнет? Малиной? Не Медом? Не Ну, а чем, по-твоему? Приключениями, Белка Приключениями Вот он, наш заветный дуб Догоняй, Белка! Ах ты! То последний, тот букашка И со звонким смехом Зверята побежали на перегонки К старому дубу дядюшки Филина Птички на деревьях радостно чирикали А в воздухе и правда Как будто прямо пахло приключениями Пятый этаж Секретная лаборатория мудрого Филина Дядюшка Филин, мы пришли Дядюшка Филин, вы где? Может, на кухне? Дядюшка Филин? Нет, не слышит Медвежонок и Белочка Вас приветствует кибермозг Ой, кибермозгушка, привет Как хорошо, что хоть ты здесь А куда я денусь? Нет, я всегда здесь Ног у меня нет пока что А мы тебя не разбудили часом? Нет, что вы Я уже как третий час Вышел из спящего режима Ну что, куда отправимся? Как? Разве вы еще не придумали? Ну, есть у нас одна мыслишка Поглядеть бы на кого-нибудь носатого Да, Медвежонок? На кого-нибудь с супернюхом и суперслухом Это можно? Так, так, так Что это вы тут без меня затеваете? Ну как же мы без вас? Ни в коем случае Мы вас как раз ждем Здравствуйте, дядюшка Филин Ну что ж, вот он я Можно и отправляться на поиски животного Кибермозг, а ну-ка Выдавай нам результат по запросу зверят Да поинтересней кого-нибудь, понеобычней Ясен вопрос, отправлен запрос Ищу, ищу, запутать не хочу Для юных зверят готов результат Собачка Петерса Какая такая собачка? Какого такого Петерса? Дядюшка Филин, мы, стало быть, в гости отправляемся? Стало быть, к какому-то вашему знакомому по имени Петерс? Смотреть на его собачку? Не спешите с выводами, зверята Это всего лишь название животного Хотя в гости к старине Вильгельму Петерсу Конечно, тоже можно отправиться Но вот только это нам с вами придется опять машину времени запускать И в прошлое лететь Что? В прошлое? Ничего не понимаю Ну, ладно-ладно Сейчас все расскажу по порядку Так, кибермозг, ты пока можешь смело заняться нашим перемещением Где там у нас собачки Петерса нынче обитают? Запрос принят Запрос обрабатывается Место обитания собачки Петерса Восточная Африка, Танзания Включаю режим телепортации Медвежонок и Белочка недумевающе переглянулись И пожали плечами Терпение, молодые звери, терпение А кибермозг тем временем Шумел и гудел, как настоящий пароход Телепортация, это, знаете ли, не так-то вам и просто Попробуй-ка из русского леса Да прямиком в Африку за три секунды Кто еще так может, а? Никто Только наш кибермозг Пыхтел он, старался, да так, что аж экран потемнел И как полезла трава из экрана Как подул теплый африканский ветер И вспыхнул экран новыми невиданными красками И вот уже перед нами совсем не лаборатория дядюшки Филина А самые настоящие леса Танзании Со здоровенными деревьями Воздух наполнился запахами и звуками А на земле под ногами, как в сказке Следы невиданных зверей Но мы-то с вами знаем, что это никакие не сказки И следы зверей самые, что ни на есть, настоящие Кто угадай на вопросы ответит Кто знает про всех зверей на планете Тот, кто в старом дубе живет Тот, кто детишек в гости зовет Тот, у кого миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно, дядюшка Филин В гостях у дядюшки Филина Ну вот мы и на месте Добро пожаловать в Танзанию На родину маленькой хоботковой собачки Петерса Погодите, дядюшка Филин Мы еще с Петерсом не разобрались Ну, начнем, пожалуй, с Петерса Славный был малый ученый, зоолог Сам родом из Германии В позапрошлом веке жил Объездил всю Африку вдоль и поперек Столько новых видов животных миру открыл И среди них как раз наша с вами собачка Хоботковая собачка Петерса Из семейства прыгунчиковых Ну, ничего себе Собака с хоботом Да еще и прыгучая, подумать только Тут вдруг кусты неподалеку зашевелились Зеленые листики на них задрожали И неожиданно на полянку выскочили Один за другим Четыре черно-рыжих комочка шерсти На длинных тонких лапках И вы не поверите С длинными тонкими носиками-хоботками Самый большой комочек прыгал впереди За ним другой, чуть поменьше А завершали эту процессию Еще два совсем крошечных Это была дружная семейка Хоботковых собачек Петерса Папа, мама и два малыша Ой, только посмотрите Неужели это они? Это их-то называют собачками? Да, медвежонок, я тоже всегда удивлялся Почему этих милых существ Вильгельм Петерс решил назвать Именно собачками Но есть у них кое-что общее С другом человека И это не что иное, как отменный нюх Конечно, с таким-то носом Хвост торчком и совсем как у крысы Лысый, тоже длинный Все-то у нее длинное Длинноногая Длиннохвостая Длинноносая Из всех прыгунчиков А их довольно много Наша хоботковая собачка Самая крупная Она размером, как видите С довольно крупную крысу А вот остальные представители Этого семейства Гривистый прыгунчик Коротконосый Кустарниковый И капский прыгунчик Едва дотягивают до размера мыши Много у этого Петерса Собачка Ах, какие милые крошки А вот на вопрос Откуда взялись эти прыгунчики И кто был их предком Вильгельм Петерс Еще долго не мог ответить Позднее Именно наличие у собачки Петерса Вот этого милого носика хобота Натолкнуло ученых на мысль Что их дальний родственник Никто иной Как самый настоящий слон Вот это да Я бы и сам от такой родни не отказался Слон, представляешь, белка? Да Если бы собачка Петерса училась в школе Ее бы никто не стал дразнить за длинный нос Кто-нибудь начнет Длинный нос, длинный нос Да собаки не дорос А потом придет ее троюродный дядя слон И как... Ах, вам все шуточки Поглядите Как их гладкая шерстка блестит на солнышке Голова, плечи и пузиком рыжие А остальное все черное Как они забавно прыгают Поглядите Что правда, то правда И уследить за ними сложно Уж очень шустрые Передвигаются на всех своих четырех лапах Если вы присмотритесь, то заметите Задние лапки мощнее и длиннее передних Благодаря им собачка Петерса Ловко отталкивается от земли И делает длинные прыжки Да уж, вот удерут сейчас Мы и не догоним А что же, только здесь они живут Больше нигде не встретишь Да, только в Африке Можно еще увидеть этих собачек на острове Который называется Занзибар Он недалеко отсюда И еще, опять-таки, рядышком На юго-западе соседней страны Кении Собачка Петерса, значит, как и мы Лесной зверек Совершенно верно, Белочка Чаще всего они селятся в лесах вдоль побережья Ну и у подножья холмов Где густо растут кустарники А почва кишит всякими вкусными насекомыми Которых так любит собачка Петерса Хм, насекомоядные Значит, нам про таких в школе рассказывали Именно так Длинный свой носик-хоботок Она просовывает сквозь сухую траву И опавшие листья Смешно шевеля усиками Выискивает в земле жучков Паучков, червячков И лакомится ими Нос в земле А хвост торчит над землей Это своеобразный маячок Чтобы сородичи видели Что с обладателем этого хвоста Все в порядке И он тут рядышком Как раз сейчас Именно этим и было занято Маленькое милое семейство собачек Петерса на полянке С торчащими над травой Лысыми хвостиками Они охотились на насекомых Старательно обнюхивая почву Бродили вперед-назад Маленькие собачки То и дело выуживая Из-под горы сухих листьев И веточек Нового жучка-паучка А мама-собачка Все время оглядывалась На своих малышей Которые, как ни в чем не бывало Играли друг с другом На солнышке Валялись на травке Дурачились Перекатывались С одного черно-рыжего бачка На другой Издавая при этом Всякие смешные звуки То ли похрюкивание То ли попискивание Какая чудесная семейка Как с картинки прям Ха-ха! Ой, как смешной Резидент с малышей Посмотрите-ка на них Да уж, вот только эти малыши С семьей остаются недолго Всего пару-тройку недель После рождения Потом они сразу уходят Одни Во взрослую самостоятельную жизнь Ой, как грустно А вот зато папа-собачка И мама-собачка Остаются вместе Навсегда Когда собачки Петерса вырастают Они находят себе вторую половинку С которой проводят всю свою жизнь Ой, как романтично Семья выбирает себе территорию На которой они будут жить всю жизнь И охотятся Никогда ее не покидая А потом папа-собачка Только и делает, что целыми днями Эту территорию охраняет От вторжения непрошенных гостей Он важно обходит границы своих владений И барабанит задними лапками По земле Или по стволам деревьев Громко-громко Устрашающе Чтобы никто и не думал Даже посягать на их дом А как он узнает Что кто-то нарушил границы его территории А в этом ему поможет Его супер-нюх И супер-слух Если кого заметит Сразу прогоняет Нечего в чужих владениях Жучков поедать А что же мама-собачка? Чем занята? А мама-собачка День-деньской воспитывает И кормит своих ненаглядных детишек Значит, они ведут образ жизни Такой же, как и мы Дневной? Так точно, медвежонок Дневной А ночью, как все добросовестные звери Ложатся спать А где спят собачки Петерса? Они роют норки? Нет, белочка Не угадала Норки они не роют Они строят гнезда Ух ты! Это что же они И по деревьям лазать умеют? Или где они Свои гнезда вьют? Нет, медвежонок Эти гнезда Совсем не на деревьях А на земле Собачки находят Небольшие ямки Приносят туда Сухие листики И выстилают Ими свое гнездышко Чтобы ночью Было тепло И уютно Вот ведь Беззаботная жизнь Хорошо им тут Ой, а что это вдруг Потемнело так резко? Ой, посмотрите на небо Что это за тень там надвигается? Скорее Скорее Прячьтесь Это африканский орел И он, кажется Нас заметил Бежим Скорее Скорее В кусты За собачками Все четыре Маленьких собачки Петерса Медвежонок Белочка И Филин Бросились Тремглав В ближайшие кусты И спрятались там В чей-то глубокой норке Ох Как хорошо Что эта норка Тут оказалась А то не сдобровать Нашим верным друзьям Прижавшись Друг дружки Зверята Замерли Затаив дыхание Я летаю в небе Высоко Взгляд орлиный видит Далеко Вот замечу мышку Камнем вниз На обед собачка Главный приз Черной тенью с неба Прилечу Острыми когтями Ухвачу Вам из стетких лап Не вырваться никак Всем собачкам Петерса Я враг Да на этот раз вас Пронесло Как я зол Что всем вам Повезло Ничего на жизнь Я не ропщу В другом месте Ужин Поищу Африканский орел Все кружил И кружил над землей Но никак не мог он понять Куда же подевался Его обед Сделав еще пару кругов Над полянкой Грозный орел Полетел себе дальше Правильно Правильно Не на тех напал Медвежонок Белочка И дядюшка Филин Знают толк в прятках И не от таких Хищников прятались Может где-то В другом месте Этому орлу Повезет больше Но только не здесь И не сейчас Ну что улетел? Вроде улетел Ой собачка Прекрати Щекотно Тише Белка Ух Улетел Все Вылезаем Ух Пронесло Ха-ха Не могу Они нюхают меня Усатыми носами Мне щекотно Ну вот медвежонок А ты говоришь Беззаботная Жизнь у наших собачек А оказывается Вовсе и не беззаботная Хищник не дремлет Вот именно В дикой природе Опасности подстерегают На каждом шагу И с неба И на земле А на земле кто? Как кто? Змеи конечно Ну дела Ой нам только Змеи сейчас не хватало Подозрительный шорох И вместе с ним Грозное шипение Раздались совсем рядом С нашими путешественниками Вся черная С желтыми полосками Вдоль тела Змея Извиваясь Ползла Среди Прошлогодней Листвы Я знаю Знаю Кто это Это ядовитая Змея Из семейства Аспидов Что и папа И мама Все Аспиды? Да И вся родня И дяди И тети И бабушки И дедушки Та еще семейка Все ядовитые Грызунов Очень любят Шипение Шипение Я поймала След Я поймала След Собачка Объедение Ждет Меня Объед Мишка Что же делать? Как помочь? Как что? Спасать Выручать Я конечно не мангуст Но тоже кое-что могу И встав на задние лапы И грозно за руча Да, именно так Мишка пошел На змею Собачки Прячьтесь Бегите А змея-то Испугалась Смотрите Уползает Молодец Мишка Ну что же Собачки В безопасности Стало быть И нам Пора домой Кибермозг Прием Кибермозг Слушает Перенеси нас Обратно В лес Выполняется Телепортация Выполняется Телепортация До свидания Собачки Пока Будьте Осторожнее Африканский пейзаж Стал медленно Растворяться Исчезли ветвистые Деревья Исчезли Густые Кустарники Вот уже вокруг Прорисовываются Темные стены И старые Привычные Стеллажи Лаборатории Дядюшки Филина А где-то В густой траве Все еще Мелькали Отдаляясь Торчащие Хвостики Собачек Петерса Дружная семейка Спешила поскорее Устроиться Поудобнее В своих теплых Спальных гнездышках Что за странный Зверек Это не мышка И не хорек Ученый Петерс Ее открыл И собачкой Назвать решил Носик Длинный Хоботок И малюсенький Росток У нее Отменный нюх А еще Шикарный слух Ежучков И паучков Разных Вкусных Червячков Ищет в листьях Длинным носом Длинным носом Пылесосом Скачет Прыгает Весь день Прыгать ей Совсем не лень Задней ножкой Оттолкнется И так вихрь Пронесется Ночью спать Она ложится Без гнезда Спать не годится Но он Роет для гнезда Сверху Листики Всегда Спит клубочком Тихо дышит Чутко спит Все ухом Слышит Вдруг придет Другой зверек Надо быстро На утек Надо быстро На утек Ну до чего же Все-таки Миленькие Эти собачки Петерса Правда Медвежонок? Да Хотел бы я себе Домой Такую собачку Гулять с ней Каждый день Играть Я б ей шишки Кидал Она б них Обратно Приносила Между прочим Собачки Петерса Совершенно Не переносят Неволи И в зоопарках Совсем Не приживаются Шучу я Дядюшка Филин Шучу Мне мам с папой Не разрешат Собаку Даже маленькую Не разрешат Зато мы всегда Можем к ней В гости сходить Ой Телепортироваться Я хотела сказать Ага Червячков Можно накопать Нашей семейки На десерт Наших Отечественных Да, дядюшка Филин Мы еще навестим Новых друзей Ой А как они смешно Щекотали нас с усиками Я кажется Уже скучаю Ну конечно, ребята Как-нибудь еще раз Навестим Когда будем Проездом В Африке А теперь Бегите-ка домой Мамы вас уже Наверное Заждались Спасибо вам Дядюшка Филин Спасибо И за новое Знакомство тоже Пожалуйста, ребятишки Филин Ла-ла-ла-ле Филин Уставшее После долгого дня Ярко-красное солнце Медленно сползало вниз С голубого летнего неба Готовясь Совсем скоро Нырнуть И исчезнуть За потемневшие Линии горизонта Кроны деревьев Лениво покачивались На ветру Шелестя своими Зелеными листьями Словно Переговариваясь Между собой Все реже Слышались Птичьи голоса Волшебный лес Медленно, но верно Готовился Ко сну И только Два звонких Голоска Нарушая эту сонную тишину Что-то живо обсуждали По дороге домой Это, конечно, были Наши с вами Любимые друзья Медвежонок И Белочка Как всегда Немного уставшие Но радостные От новых впечатлений И очередного Удивительного знакомства На этот раз С необычной собачкой Собачкой Петерса В реках, в горах И на равнине В теплых болотах И в жарких пустынях В больших океанах На глубине В небе, в высоком И даже в земле Чудесные звери Живут на планете Узнать о которых Хотели бы дети Кто угадай На вопросы ответит Кто знает Про всех Зверей на планете Тот, кто В старом дубе живет Тот, кто Детишек В гости зовет Тот, у кого Миллионы извилин Кто это? Кто это? Правильно Дядюшка Филин В гостях У дядюшки Филина Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...